Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания Круг новости недели. Только самые интересные события темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев. Сегодня в нашей программе вы увидите. НАБУ провело обыски у Геннадия Труханова сразу по двум делам. Приватизация аэропорта и возможное присвоение средств. В Одессе состоялось заседание исполнительного комитета. Среди рассматриваемых вопросов готовность города к зиме, а батарей к отопительному сезону. Остановки общественного транспорта были демонтированы городскими властями по всему городу. Новые так и не появились. Возвращение через 170 лет. Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на премьеру оперы Джузеппе Верди «Набука». По традиции в начале недели в мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Однако городской голова на нем отсутствовал. По сообщению ряда украинских и одесских СМИ не исключено, что его отсутствие связано с проводимыми НАБУ обысками. Он уезжал, но обещал вернуться. Сначала официальным предлогом для отсутствия на рабочем месте городского головы был его ваяж в Израиль. Спустя неделю последовало сообщение, что мэр отправился в неочередной отпуск, который должен был завершиться 22 октября. Однако наступило 23 число и Геннадий Труханов вновь отсутствовал на рабочем месте. Возможно, причиной манкирования своих служебных обязанностей одесского мэра стали обыски, которые проводят следователи НАБУ. Как сообщает издание «Факты» со ссылкой на собственный источник, цитируем, «Сегодняшнее отсутствие Труханова вызвано тем обстоятельством, что с самого утра у мэра проводят обыски детективы НАБУ. Говорят, это связано с уголовным производством по покупке городской властью здания бывшего завода Краян под создание корпуса муниципалитета. В это приобретение вложено 185 миллионов гривен, хотя ранее этот же корпус был куплен за 11 миллионов. Еще в 100 миллионов должны обойтись ремонтные работы», отметил собеседник издания. Конец цитаты. Также факты сообщаются. Ссылкой на другой информированный источник, обыски начались рано утром в кабинете и продолжались в личных апартаментах мэра в жилом комплексе «Арк-Палас» на улице Генуэзской. Как отмечают наши коллеги с «Седьмого канала», по их сведениям, сотрудники НАБУ действительно прибыли с обысками к дому мэра Одессы Геннадия Труханова. В первые половины дня возле дома, в котором проживает Труханов, был припаркован микроавтобус с номерами, принадлежащими антикоррупционному бюро. И, судя по номерам, на нем прибыли из Черниговской области. Похоже, политический прогноз, который дал еще в минувшую пятницу Эдуард Гурвиц в интервью «Седьмому каналу», полностью оправдался. К конец этой власти городской близок. Несомненно, она уже исчерпала все свои ресурсы, и даже дополнительные. И ее уже практически ничего не спасет. Ее судьба решена. Она решена и в умах одесситов, но она решена и в коридорах киевской власти. Я думаю, что в ближайшее время это станет уже новостью, которая войдет в дома всех одесситов. Стоит отметить, что в марте текущего года правоохранители уже проводили обыски в департаментах городского совета по делу о покупке бывшего админздания завода «Краян». Любопытен, однако, комментарий самого Труханова, который он дал в эфире украинского канала «Прямой». Так, на вопрос ведущего, с чем связана такая высокая цена, которой городу пришлось заплатить за полуразрушенное здание завода «Краян», в ответ послышалось невнятное бормотание о неких рыночных ценах и специальных экспертов. Вы понимаете, на рынке есть объекты, есть процедура оценки объектов, выноса их и принятия решений. При проведении денежной экспертной оценки эксперты сказали, что вот такая цена, она действительно сегодня, если брать, не вдаваться в официальную оценку, а вот так. Так, что та цена, которая более 14 тысяч метров квадратных куплена, и она до 500 долларов, не помню сейчас точно, не скажу цену, но там 400 с чем-то до 500 долларов, то эта цена абсолютно нормальная для нашего города. Нормально это для нашего города или нет, похоже, в скором времени даст свою оценку НАБУ. Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на ведомство, обыски НАБУ связаны сразу с двумя делами. О присвоении средств и приватизации аэропорта. Об этом говорится в официальном ответе НАБУ на запросы СМИ. 23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров проводят следственные действия в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных последним частных субъектов хозяйствования, как резидентов Украины, так и офшорных юрисдикций, говорится в сообщении. В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшее перечисление незаконно полученных доходов на счета подконтрольных офшорных компаний, уточняет НАБУ. Второе производство касается передачи имущества КП Международный аэропорт Одесса в уставный капитал ООО Международный аэропорт Одесса, в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из ее владения, чем последний нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен. НАБУ сообщает, обыски проводятся по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных преступлений по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства. Учитывая то, что детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к указанным уголовным преступлениям, следственные действия проводятся по месту его работы и проживания, уточняет бюро. Вот как прокомментировал ситуацию Эдуард Гурвиц. Назвать происходящее уже сейчас торжеством справедливости сложно. Подобные дела, тем более начатые с таким опозданием, необходимо довести до единственного логического и справедливого конца. А с этим, как все знают, в нашей стране большие проблемы. Но для Одессы это в любом случае положительная и обнадеживающая новость. Самая обнадеживающая за много лет. Появилась реальная надежда на то, что иссякнет, наконец, поток других новостей, которым нынешняя власть успела приучить одесситов. О преступной продаже побережья, уродующий город незаконной застройки исторического центра, уничтожении под видом реставрации знаковых объектов, воровской продажи коммунальной собственности, бессовестном деребане бюджета, безумном миллиардном кредите, избиениях протестующих против этого активистов и так далее. Фальшивые комментарии самого Труханова никого не должны смущать и обманывать. Среди воров крайне редко встретишь мужественных людей, но кодекс воровской чести требует от вора до конца отрицать свою вину. Однако, во-первых, изобразить спокойствие и уверенность в себе ему так и не удалось. Голос дрожит, а аргументы глупее обычного. А во-вторых, хорошая мина при плохой игре – ценное качество только для карточных игроков. А на минном поле это не помогает. В Одессе официально стартовал отопительный сезон, о чем сообщили в Одесской мэрии еще в понедельник 23 октября. Однако прошла уже почти неделя, а в квартирах горожан батареи по-прежнему остаются холодными. В Одессе начался отопительный сезон. Во всяком случае, об этом заявили в мэрии еще 23 октября. При этом было сказано, что в первую очередь будут подключены социальные учреждения – школы, больницы, детские сады и так далее. Но вот уже середина недели, а в поликлиниках и больницах по-прежнему, мягко говоря, не тепло. Что здесь говорить уже о квартирах горожан, которых благодаря «заботе» в кавычках городских властей и зуб на зуб не попадает. Сотопительный сезон начался. У вас включили отопление или не включили? Не включили? Нет. Холодно. Нам обещали ЖК Люксембург 25-го. Вот сейчас 25-е, пока мы еще батареи холодные. При этом, как сообщает интернет-ресурс УСИ, пока проблемным остается вопрос подключения центра города. Так как ТЭЦ, отапливающая его, объявлена банкротом еще в прошлом году, находится в стадии ликвидации в судах. Кроме того, как сообщает издание, также без тепла останется район Шкодовой горы, а также есть проблемы с окончанием подготовительных работ к отопительному сезону на улицах Меченьково и Канатной. Впрочем, умение раскопать, а потом закопать раскопанное освоено нашими коммунальщиками идеально. С другой стороны, большой вопрос, скажется ли количество раскопок на качестве услуги по предоставлению тепла в жилища горожан. Нет, не включили. Мы живем вот здесь, в Балковской, 141, у нас не включено. Очень холодно. У меня еще угловая квартира. Зимой просыпаешься на голове и не дышать. Честное слово. Вообще холодно. Даже когда отопление включено, все равно так видно, система устроена, что на верхних этажах тепло, а на втором у нас очень холодно. Обещания мэрии о включении теплоснабжения, конечно, греют душу, но тело, к сожалению, они не согревают. Ничего не знающее о начале отопительного сезона батареи и радиаторы остаются ледяными. Может, что-то в самой системе пора менять. Впрочем, сообразительности нашим коммунальщикам не занимать. Например, озолотать прорванную трубу булыжником. И не беда, что горячая вода продолжает хлестать в разные стороны. Свою работу городские службы выполнили, течь ликвидировали, после чего благополучно отбыли с чувством перевыполненного долга. Но если примерно так же были отремонтированы десятки километров теплоцентрали, тепла одесситам придется ждать долго. Впрочем, сколько это зимы. 26 октября состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Среди рассмотренных вопросов проект решения о бюджете Одессы на 2018 год, а также подготовка города к отопительному сезону и зимним снегопадам. Когда потеплеет в квартирах у одесситов и не выпадет ли неожиданно снег, узнавали наши корреспонденты. Заседание исполнительного комитета было кратким и познавательным. Так присутствующие вдоволь смогли насладиться выступлением главного финансиста города Светланы Бедреги, по словам которой доходная часть бюджета в следующем году ожидается в размере 8 миллиардов 340 миллионов гривен. Так, объем бюджета города за 4 года увеличился в 1,8 раза. И 2018 год – это четвертый год, когда мы будем работать в условиях финансовой децентрализации, начатой в 2015 году. Впрочем, мажорные нотки прозвучали несколько фальшиво после весьма минорного заявления о том, что суммы государственных субвенций намного уменьшатся. Теперь местные бюджеты будут самостоятельно финансировать льготы для населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, после вступления в силу медицинской реформы, городской бюджет недополучит порядка 20% субвенций в сфере здравоохранения. В принципе, медицинская тема весьма актуальна, если учесть резкое похолодание. И особенно, если вспомнить, что отопительный сезон в Одессе уже начался, а тепло в квартирах одесситов еще нет. А в центре Одессы и домах в районе Шкодовой горы и вовсе в ближайшее время не потеплеет. Так что, кажется, массовое ОРЗ не за горами. Как признают одесские чиновники, с Одесской ТЭЦ действительно есть проблемы. Единственное у нас остается вопрос по государственному предприятию Одесская ТЭЦ. Договор с таком «Тегаз» ТЭЦ подписала. Вы знаете, это предприятие, это ставьте вопрос. Также у нас есть, если мы говорим о сегодняшнем отопительного сезона, вопросы, которые также не в нашей компетенции, не в нашем зоне влияния. Это Шкодовая гора. Котельная принадлежит детскому нефтоперебаточному заводу, насколько я понял. Там также проблема в том, что одни не передали, еще не передали, вторые еще не приняли. В результате вот эта коллизия, не знаю, вот эта ситуация подвешенная. То есть нет ответственных, кто же. Так что граждане, когда будете замерзать и болеть, знайте, городские власти здесь ни при чем. Они ничего сделать не могут, поэтому ничего и не делают. И к слову о холодах, вернее о зиме. Она будет, причем снежной. Но городские власти уже заявили о своих планах одержать над заносами полную и безоговорочную победу. В настоящее время, среди благоприятными и погодными словами, городские дороги проводят ревизию и ремонт на весновую зимнюю оборудование, осмотр спецтехники, полная переоборудование снегоуборочной техники намечено завершить до 30 ноября. На зимний период, согласно закрученным договорам, планируется заготовить 11 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Впрочем, победное настроение у нашей мэрии присутствует каждый год, но до наступления морозов. Но как тут не вспомнить парад готовой к уборке снеготехники и еще более готовых дворников, который прошел на Куликовом поле пару лет назад при плюс 15. Собственно, готовыми, в смысле не слишком трезвыми дворниками у нас никого не удивишь. Но почему-то каждый раз, когда выпадает сильный снег, готовые дворники исчезают с одесских улиц вовсе, и город неожиданно оказывается в снежном плену. Ну а чтобы снег зимой не выпал, неожиданно в мэрии подстраховались и выделили целых 3 миллиона гривен на борьбу с заносами. И главное, что бороться со снегом будет компания, близкий Геннадию Труханову, депутатов Горсовета из партии «Доверие дела». Как сообщают одесские интернет-СМИ, согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных формирований, конечными бенефициарами строительной компании «Эскадор», которая будет убирать снег, является компания «Лонгридж Трейдинг Лимитед», гражданина Великобритании Александра Жукова, а также Юрия Шумахера. Эти же люди являются владельцами компании «Росдорстрой», регулярно выигрывающей тендер от городского совета. Юрий Шумахер является депутатом Одесского курсовета от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова. И да, «Росдорстрой» – том самом, который на днях так сильно обыскала НАБУ и откуда вывезла несколько сумок документов. Оказывается, сам Геннадий Леонидович не имеет к компании никакого отношения, о чем он и сообщил в ходе брифинга, параллельно заявив, что обыски НАБУ его вдохновляют. Вы знаете, я, наверное, к радости к своей не руковожу этой организации. Но разговоры разговорами никто пока что, и я всегда говорил, что это, ну, такая уже информация с бородой, которая уже проверялась и перепроверялась. Она уже, мне, например, уже неинтересна, кому-то, может быть, это интересно сегодня. Поэтому, с одной стороны, меня это также вдохновляет о том, что компетентные органы еще раз очень пристально изучат ситуацию, проведут все мероприятия. И дальше городской голова предложил журналистам перейти к конструктиву. Давайте поговорим немножко конструктивно о том, что происходит в городе. Вы поймите, все это пройдет, и проверки, и все остальное. Мы останемся. Похоже, Геннадий Леонидович и дальше намерен непоколебимо следовать выбранному им и его командой курсам и вдохновленный обысками НАБУ будет продолжать вести город ко дну. Ответственность за отсутствие отопления в квартирах граждан после официального начала отопительного сезона лежит на местных органах самоуправления. Об этом в ходе селекторного совещания заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Более того, он напомнил чиновникам, что в случае халатного отношения к обязанностям им может грозить до пяти лет лишения свободы. В Одессе, как известно, без тепла остались центр города и жители домов в районе Шкодовой горы. И самое главное, что в ближайшее время теплее в их квартирах не станет. Городские власти расписались в полной несостоятельности выполнять свои премии и обязанности, в том числе по своевременному включению отопления одесситам. Между тем, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко напомнил, что за своевременное подключение отопления отвечают именно местные чиновники. Как отмечает интернет-ресурс УСИ, такое заявление Геннадий Зубко сделал в столице в ходе селекторного совещания по отоплению. Цитирую. Я еще раз говорю о том, чтобы все образумились и перестали думать о децентрализации, которая дает не только финансовые возможности, но и ответственность, и прекратили покрывать свою управленческую импотенцию тем, что им чего-то не хватает. Органы местного самоуправления управляют коммунальными предприятиями управления. Это значит своевременно подать тепло в дома украинцев. Стоит также отметить, что чиновникам, которые халатно относятся к собственным служебным обязанностям, в том числе в отношении своевременного включения отопления, может грозить срок лишения свободы до пяти лет. В ходе так называемого благоустройства города городская власть демонтировала с десяток остановок общественного транспорта. Обещанные новые до сих пор не появились. Одесситы вынуждены ожидать транспорт под открытым небом, не имея возможности ни присесть, ни спрятаться от дождя. Обещанное мэрии благоустройство началось со сноса остановок общественного транспорта и якобы незаконных торговых павильонов. И если на месте незаконных павильонов очень быстро выстраиваются уже законные фирменные трухановские мафы, то восстанавливать остановки городские власти не спешат. Они ведь как бы деньги особо не принесут. Там арендную плату одесситы не платят. Так что особого интереса у мэрии нет. В департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения, то и дело обещают установить какие-то новые, современные, прозрачные, крытые и удобные остановки. Но дальше обещаний дела не идет. Ждут, по-видимому, финансирования от городских властей. А те ждут непонятно чего. А теперь по порядку. Троллейбусная остановка на углу Королева и Левитана пропала несколько месяцев назад. Вот делается для людей, чтобы, блин, вообще даже снесли давненье. Снесли поскорее. Взяли сисли, зачем это надо было сносить. Сейчас ветер, снег, дождь, куда спрятаться? Старому человеку. И молодые тоже хотят что-то где-то, считай, чтобы дождь не шел или снег. Если вы к молодой повернитесь, повернитесь, она бедная замерзлая. Вообще ситуация на Таирово с остановками, наверное, самая печальная в городе. На каждом перекрестке просто шедевр архитектурной мысли. На углу Королева и Глушко сразу две остановки европейского уровня. Одна из них сделана в стиле минимализма. Одна скамейка и больше ничего. А другая еще интереснее – железный каркас. Конечно же, не застекленный и без крыши, но со скамейкой. Тут одесситы уже могут побаловать себя, ожидая транспорт, не стоя, а сидя. А далее по Королево снова катастрофа. Кроме знаков, обозначающих остановку и фундамента, оставшегося от старой, больше нет ничего. Да, уже, наверное, больше года, а та уже два года. И вот так, походи, все зимой стоят стоя? Да, да, а как бы вы думали, под дождем и под снегом, и так все. Старым людям думать, при всей снеге ночи, потому что многие же приходят, и инвалиды, и старенькие такие. И стоят, вот ждут троллейбуса или что-то. Похожая ситуация происходит и на Большом фонтане. Трамвайные остановки были демонтированы месяц назад. Вместо них также обещали установить новые, современные. Но, как мы видим, этого не случилось. Это же, наверное, инициатива городских властей. Инициатива, да? Кому-то надо помочь. Вот, расскажите, это нормально вообще-то? Ненормально. Смысл какой, сносить старую и ставить другую? Ну, это лишние деньги с бюджета, да? Ну, естественно, да. Кому-то же надо, уже говорила, помочь. Как долго будут продолжаться эти мучения, пока не ясно. Как-то сильно затянулась эта городская схема по замене старых остановок на новые за бюджетные деньги. А деньги были потрачены немалые. Миллионы гривен ушло из казны, а остановок нет. И когда будут, неизвестно. Вот и вынуждены горожане стоять под дождем и снегом в ожидании городского транспорта, вспоминая тихим, недобрым словом нерадивых чинуш, которые только на словах радеют о благе одесситов. Денис Шацил и Юрий Рух, телекомпания «Круг». Очередной базар в скором времени появится на улице Академика Глушко во дворе многоквартирных домов. Работы по благоустройству ведутся в лучших традициях нынешней городской власти. Вместо зеленой зоны и тротуара здесь появятся торговые павильоны. Одесса превращается в сплошной базар. Так, в скором времени очередной рынок появится на улице Академика Глушко. И займет он фактически целый квартал междворового проезда. Работы по возведению новых торговых павильонов идут уже несколько недель. Примечательно, что рядом уже есть два рынка – Южный и Киевский. Но, видимо, городским властям этого мало. И вместо того, чтобы благородить арею во дворах многоэтажных домов, установить скамейки и детскую площадку, все застраивается новыми торговыми точками. Строители, объяснив нам, что старшего у них нет и документы им никакие не нужны, почему-то в спешке удалились, побросав весь рабочий инструмент. Что касается местных жителей, то они очень беспокоены строительством. Теперь во дворах практически исчезнет зеленая зона, да и тротуар, по всей видимости, станет поуже. В общем, очередное благоустройство выглядит не так, как хотелось бы одесситам. Тут еще один рынок строит. Ваше мнение по этому поводу? Плохо. Лучше, чтобы тут детки гуляли. А так очень много всего. Слишком много торговых точек. Спасибо. Не очень. Не нравится. Ну, совсем тут зелено, красиво уже пичкать. Одну на одной вот это вот... Никак. Мне кажется, это как-то вместо деревьев, цветов, опять, опять асфальт. Все. Спасибо. Опять же хватит. Сколько еще подобных базаров появится в Одессе неизвестно, но борьба мэрии с незаконными мафами выглядит смешно. Вместо одного снесенного, якобы незаконного, вырастает целый ряд уже законных, трухановских мафов, правда, по завышенной цене. И появляются они практически везде. И наглости чиновников нет предела. Центральных улиц, скверов, парков им мало. И вот теперь они добрались до двориков в спальных районах. А чуть ли не к каждому мафу прилагается выложенная из трухановской плитки дорожка. Наверное, в виде бонуса. Вот вам и все обещанное так называемое благоустройство. Денис Шацила, Юрий Рух, телекомпания «Круг». Благоустройство улицы Героев Крут, бывшей улицы Терешковой, выполняемой Одесской мэрией, в конечном итоге оказалось пустым звуком. Более того, по факту, выполненные работы привели к тому, что уличные тротуары стали опасны для жизни слабовидящих людей. Забота наших городских властей поражает, особенно когда речь заходит о мероприятиях, так или иначе связанных с доступностью города для людей с физически ограниченными возможностями. Яркий тому пример – то, что происходит на улице Героев Крут, бывшей улицы Терешковой. Александр Кириченко – журналист и папа двух детей, у которых проблемы со зрением, вот уже несколько лет занимается тем, что пытается добиться у Одесской мэрии того, чтобы сделать тротуар и саму улицу, пригодной для передвижения слабовидящих людей. С 2014 года я прошу городские власти уделить особое внимание особо важному социальному месту. Это улица Валентина Терешкова, на которой расположены три социально значимых объекта. Это протезно-ортопедическое предприятие, которое посещают люди с ограниченными возможностями, социально незащищенная категория людей, в том числе детки с инвалидностью. Это протезно-ортопедический магазин государственный. Эти два объекта расположены на улице Валентины Терешковой, 11. По адресу Валентины Терешковой, 25А, расположена школа 93, в которой учатся незрячие детки, и которые выходят с целью проведения уроков ориентирования на улицу. То есть я обращался к городским властям, чтобы благоустроили дорогу от школы 93 до парка Горького, до ближайшей зеленой зоны. Александр добился того, чтобы власть зачесалась и, наконец, начала хоть какую-то работу по благоустройству тротуара. Однако очень быстро выяснилось, что то, что на улице делается, благоустройством никак назвать нельзя. Так, на просьбу Александра поставить шлагбаум у школы для слабовидящих, чиновники его поставили возле рынка, мешая тем самым проходу инвалидов по зрению. Что касается норм ДПН, они здесь не соблюдаются вовсе. У нас тактильная плитка выкладывается на улице Терешковой впритык к проезжей части, впритык к бордюрному камню. Это грубое нарушение. Следующий момент – это укладка тактильной плитки на песок. Не на песочно-цементную смесь, а фактически на песок. Что это повлечет впоследствии? Впоследствии из-за некорректной укладки тактильной плитки, зимой при подмязании грунта, грунт будет подниматься, тактильная плитка будет входить дыбом, и, как мы видели, она будет перекладываться, как мы неоднократно видели, в городе происходит. Буквально каждые полгода. И опять же, так как ходят детки незрячие, несмотря на то, что они ходят с учителями, с преподавателями, они могут спотыкаться об эту плитку и падать. Но это еще не все прелести благоустройства Патрухановский. Так прямо на тротуаре дорожники принялись вырезать карман для автотранспорта. И если хорошо видящий человек, понятное дело, преграду обойдет, то отсутствие нормального тротуара, для, например, мамы с коляской, не говоря уже о человеке, который вынужден идти, что называется на ощупь, чревато серьезными последствиями и несет угрозу для жизни слабовидящих. По адресу Валентины Терешковой, 15, таки сделали карман для паркования транспортных средств, захватив больше половины тротуара, пешеходной зоны. Неогранные городские власти сообщали о том, что никаких карманов парковочных по указанному адресу формироваться не будет. Есть подтверждения, многочисленные документы. Несмотря на это, настолько цинично действуют, к сожалению, городские чиновники, что или закрывают глаза на то, что делается карман, потому что мне, например, в Одесском транспорт-сервисе Тамтевич сообщил, что никакого кармана там не делается и не должно быть. Но по факту мы видим, что парковочный карман есть. И есть в каждом городе, в любой стране социально важные места. Еще раз отмечу, что это социально важное место, и здесь никаких парковочных карманов не надо делать. Их можно сделать через дорогу, например, эти парковочные карманы. Это и есть самое страшное, что для наших чиновников все, что они делают по доступности города для людей с ограниченными возможностями, в лучшем случае делают для галочки. И что еще хуже, просто используют как статью доходов способ личного обогащения за счет потребностей инвалидов, даже если речь идет о маленьких детях. Территория рекреационной зоны неподалеку от Куяльницкого лимана превратилась в мусорную свалку. Практически вся прибрежная зона завалена мусором. Проблема усугубляется тем, что ответственных за уборку на данном участке нет. Ответственным за уборку мусора являются органы местного самоуправления. По крайней мере, такие обязательства на них возложили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Только свою работу они выполняют из рук вон плохо. Любой гражданин Украины, увидев мусорную свалку, в неположенном месте может сфотографировать ее и выложить на официальный сайт Экомапа. После чего, теоретически, ее должны убрать. Но это только теоретически. Как оказалось на практике, приказы Министерства выполняют далеко не все. Проблема мусорных свалок на сегодняшний день в Одесской области является самой актуальной. Мы находимся на территории Куяльника. Здесь образовалось сразу несколько стихийных мусорок. Кто должен их убирать, неизвестно. И если мусорные свалки в четких границах города – это камень в огород городской власти, то за мусорные свалки на так называемых спорных территориях никто не отвечает. Об этом нам рассказал активист Артур Микита. Пытаюсь привлечь внимание давно, так как я здесь живу, гуляю с друзьями. Стихийная свалка в рекреационной зоне вблизи Куяльницкого лимана – это вообще что-то невероятное. Как на охраняемой государством территории могло образоваться поле, куда постоянно вывозят отходы различного типа – от пищевых до бытовых и строительных. Уму непостижимо. Дело в том, что часть территории находится в муниципальной собственности Одессы, а часть земли считается уже не городской, а районной. Но парадокс в том, что ни те, ни те не собираются убирать на своей территории, игнорируя проблему мусора в принципе. Министр, замминистра экологии Вакараш написал, расписал письмо на департамент экологии, на органы местного самоуправления, после чего было ряд звонков с разных инстанций, райадминистрация Беляевская, Коминтерновская, может, возможно, с другими жалобами, потому что их целый ряд у меня. И никто не… сначала вопрос такой, почему вы пишете на нас жалобу? Ответ простой, потому что я здесь живу, я здесь гуляю, мне не нравится, что рекреационная зона грязная. После всего, как мы видим, прошло более полугода, никаких уборок, ничего нет. Почему никто не занимается уборкой, не ясно. А ведь нарушителей можно было бы обязать платить штрафы, которые, к слову, велики у нас в стране. Неужели никому нет дела до пополнения казны? Он насчитывается там от объема, это уже является грунтное твердое покрытие, там идет специальная система расчетов, это идет на десятки тысяч гривен. Но пока городские власти, как и районные, будут продолжать закрывать глаза на мусорную проблему и бездействовать, город постепенно превратится в сплошную помойку. Да что там город? С такими темпами загрязнения в скором времени вся область окажется завалена горами мусора и пакетов. Денис Шацила, Сергей Коняхин, телеканал «Круг». Около двух лет городские власти не в состоянии завершить ремонтные работы в Михайловском сквере. Дорожки недоделаны, скамейки отсутствуют, а кроме этого неподалеку от детской площадки образовалась мусорная свалка. Михайловский сквер находится недалеко от центрального автовокзала, в тихом и спокойном районе Молдаванки. В сквере есть несколько детских площадок, поэтому это место очень полюбилось мамам с детьми. Обещанные дорожки и тропинки за два года так и не появились. Почему городские власти бросили заниматься реконструкцией, непонятно, но факт остается фактом. Удивительное то, что в этом сквере нету даже намека на излюбленную мэрией плитку. Удорожки должны были быть сделаны из асфальта, которого то ли не хватило, то ли он благополучно был разворован. Так, да, грязновато. Ну, там еще вот в центральной части как-то убирают, а здесь нет. И скамеечки поубирали, видите, вот тут с ребенком гуляешь. Ну, уже пожилые люди, хотелось бы немножко присесть, а скамеечек нет. Со скамеечками в парке действительно есть проблема. Даже в центральной части, в отведенных специальных карманах, скамейки есть не везде. То ли их забыли поставить, то ли их благополучно унесли. Также довольно много неудобства доставляет людям огромная мусорная свалка, расположенная на пустыре через дорогу, которую облюбовали бездомные и наркоманы. Происходит там непонятно что. Я с ними не общаюсь, не знаю. Вообще-то бывают, заходят сюда и бомжи, и пьяницы. Наверное, да. Надо его ликвидировать скорее. Но ликвидировать данный пустырь не так-то просто. Данная территория отведена под застройку очередной многоэтажки. И когда начнется само строительство, неизвестно. Но на территории находятся сразу несколько аварийных зданий, которые несут в себе огромную опасность для детей и взрослых. Ведь в любой момент эти наполовину разобранные объекты могут рухнуть на людей. Помимо этого, в парке не предусмотрены никакие ограждения. Что также вызывает недовольство у местных жителей. Ведь сам парк окружен дорогой, по которой ездят автомобили. И родителям постоянно приходится смотреть, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Но городские власти, начав в сквере халтурный ремонт, попросту забыли его закончить. В очередной раз. Что, впрочем, уже неудивительно. Денис Шуцелла, Юрий Рух, телекомпания «Круг». В Одессе состоялся Блиц-турнир по шахматам, в котором приняли участие как ветераны-шахматисты, так и совсем юные спортсмены. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Богатырь», который приурочил это спортивное событие к годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков. Годовщину победного освобождения Украины от фашистских захватчиков одесские шахматисты отметили шахматными победами. В Одессе состоялся Блиц-турнир по шахматам, в котором приняли участие как ветераны этого интеллектуального спорта, так и совсем юные одесситы. Организатором спортивного праздника выступил благотворительный фонд «Богатырь», который давно не только оказывает поддержку нашим спортсменам, но и выступает за повышение уровня физической культуры среди подрастающего поколения. Собственно, именно связь поколений. Передача своего опыта ветеранами шахмат более юным соперникам и стала основным поводом проведения чемпионата. Ко дню освобождения Украины мы провели чемпионат по шахматам. Для повышения уровня мастерства юных шахматистов мы пригласили и ветеранов спорта, чтобы они передали свой опыт. Наши партнеры в салон плитки и сантехники «Дримхаус» учредили денежные призы, чтобы состязания были еще интереснее. Вот вы видите, у нас полный аншлаг. Пришли не только известные одесские шахматисты, но и дети, их родители, дедушки, бабушки. И все получают огромное удовольствие от игры в шахматы. Так что большое спасибо фонду «Богатырь», которые занимаются пропагандой спорта и здорового образа жизни. Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров. Контрольное время – 3 минуты на партию каждому участнику с добавлением двух секунд после каждого хода, начиная с первого. На турнир были приглашены шахматисты, имеющие первый разряд. Победители определялись по следующим показателям – «Бухгольц», «Бухгольц медиальный» и «Прогресс». Но самое главное, разумеется, состояло в том, что удовольствие от игры получил каждый участник, независимо от возраста. Сегодня собрался очень сильный состав, и все остались очень довольны. Ветеранов было достаточно тоже, призы были, все было кстати и очень приятно, что это было. Девятилетний Марк большую часть своей пока еще небольшой жизни посвятил шахматам. От турнира мальчишка в полном восторге. Говорит, больше всего ему понравилось то, как был организован сам чемпионат, что в этой игре все было по-честному. Сегодня происходят турниры, близятся среди всех возрастов. Мне кажется, что это очень хорошая организация, и сделали очень честно. Потому что дети, которые тоже могут принимать участие, они могут также получить свою награду, так как это есть категория выигрышей. Что мне кажется очень честно. Шахматы – это действительно удивительный вид спорта, возможно, самый демократичный из всех. Потому что для участия в нем не важен возраст, пол, социальное положение человека и даже его физическое развитие. В шахматах главным является не результат, а участие в самом процессе. Может, потому и на этот раз были победители, а проигравших не было. Как сказал гуру шахмат Давид Бронштейн, в шахматах все выигрывают, все победители. Если ты получаешь удовольствие от игры в шахматы, а это самое главное, то даже поражение тебе не страшно. Поэтому сегодня у нас нет проигравших. Я очень доволен, что уровень игроков растет. В дальнейшем мы будем поддерживать спортивные мероприятия и развивать спорт в городе Одессе еще с большим энтузиазмом. По результатам турнира были оглашены имена победителей. Отдельно были награждены победители среди ветеранов шахматного спорта и совсем юные шахматисты. После вручения призов организаторы мероприятия тоже сразились в блиц-туре по шахматам. Играли Анатолий Иванкевич и Игорь Горбунов. Победила дружба и, конечно, сами шахматы. На память призеры турнира получили ценные подарки от благотворительного фонда «Богатырь» и, самое главное, прекрасное настроение и веру в то, что шахматы, как спорт, в Одессе будут развиваться и дальше. Европейская шахматная корона в Украине. Золотую медаль на чемпионате континента по быстрым шахматам выиграла наша соотечественница Анна Музычук. Анна набрала 9 очков из 11 возможных, не проиграв ни одной партии. Судьба первого места решилась в заключительном 11 туре. Украинка черными обыграла француженку Полин Гишар. До этого Анна выиграла чемпионат мира и мировой близ по быстрым шахматам. Второе место на европейском первенстве заняла россиянка Екатерина Лагно, отставшая от Анны на половину балла. Одесский оперный заканчивает работу над премьерным спектаклем. Опера Джузеппе Верди «Набука» ставилась на нашей сцене всего один раз. С тех пор прошло 170 лет. Нынешнему зрителю выпала возможность увидеть то, чего ждали несколько поколений меломанов. Набука – итальянское сокращение имени вавилонского царя Новохдоносора II. завоевавшего древнее иудейское царство в 597 году до н.э. Это единственный исторический факт в сюжете оперы. Он использовал как отправная точка для развития действия, где есть любовь, предательство, жестокость, божественная воля, наказание и раскаяние. В этом году исполняется 175 лет со дня ее первой постановки в театре Ласкала. И 170 лет опера не шла в нашем театре. И это, конечно, говорит о том, что интерес у зрителя точно должен быть к опере. Хотелось бы отметить, что ровно через 5 лет первой постановки оперы Набука итальянская труппа поставила в Одесском театре этот спектакль. И вот с этого периода опера не ставилась в нашем театре. Новая постановка – совместная работа. Режиссерское решение предложил директор Львовского национального театра оперы и балета народный артист Украины Василий Вавкун. Основная идея спектакля порождена жизнью мира современного. Событиями, уже случившимися, и теми опасностями, которые еще можно предотвратить. Набука в какие-то спокойные, прекрасные часы, вона не мала успеху. И всегда возникали моменты исторической социальной напруженности в час каких-то революций. И вона была как застережением людства задуматься над тем, что такое любовь, что такое покаяние и так далее. Опера Набука принесла славу молодому Джузеппе Верди. Хор из нее звучал на похоронах композитора и на открытии восстановленного после войны театра «Ласкала». Примерные спектакли оперы Набука пройдут 18, 19 и 26 ноября. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Все вам доброго и до новых встреч в эфире.